Скажите вопрос, который многих волнует. Может ли человек под гипнозом врать? Если человек погружен в определенное состояние, при котором у нас есть множество разных стадий, есть стадия, когда снижается критичность сознательного анализа, но даже при сниженной критичности сознательного анализа он может врать, но специалист, он понимает, что он врет. Может быть, он не может узнать правду, но то, что он врет, он понимает, потому что там есть определенные небольшие трансовые состояния, где снижается оперативность мышления. Как тебя зовут? Наташа. А если человек хочет соврать, у него снижается критичность сознательного анализа, как тебя зовут? И он думает, как мне сейчас сказать, да, у него растяжка во времени. А есть определенные стадии, где все не просто снижается критичность сознательного анализа, а на 100% отсутствует сознательный анализ. Человек говорит все, что знает. Хорошо, тогда вопрос. Воспоминание – это вообще такая вещь, которая может преобразовываться в процессе со временем. То есть мы можем помнить все совсем не так, как было. И вот вопрос по, например, депрессивному гипнозу. Насколько вот эти сведения, которые мы достаем из прошлого, мы сейчас не говорим о прошлой жизни, а, например, даже из детства, насколько они достоверны? Или это может быть тоже фантазией человека? Может быть, он не врет, он думает, что так и будет. Есть ли способ достичь, где фантазия, а где факт? Нет, вот как раз относительно возрастной регрессии, то есть а не реинкарнативной регрессии, относительно возрастной регрессии здесь никогда не было никаких проблем. То есть человек видит то, что было на самом деле, что записалось на его подкорке. То есть он доходит, он видит и подробно помнит те вещи, которые вот, они зафиксировались. Ну, работают, проводились там и заикающимися, я работал и прочее, да, то есть и вот с одним заикающимся работал, мужчина 44 года. И вот когда у него этот момент случился, и мы вернулись, и вот как раз это в начале школы, где вот 1 сентября, вот он вспомнил запахи, тогда раньше парты красили, запах краски там и прочее. И учительница была, у нее туфли с такой, типа как брошка, с камешками, да, то есть и вот он это все вспомнил, и вот так бы он, может быть, не вспомнил. А здесь прямо вот он ее туфли увидел там и прочее, да, и, ну, как бы из-под сознания, а потом сознательно он помнит, что да, это на самом деле. И то, что это я просто про себя говорю, а по факту, история, если сказать, не просто меня сейчас, не хочу даже вспомнить, а по факту вся регрессивно-возрастная регрессия, то есть она всегда обоснована, то есть всегда люди вспоминают именно то, что было на самом деле, она подтверждается определенными подтверждениями, могут быть там люди, кто знал об этом, да, то есть там родственники, родные, близкие, там или какие-то исторические факты, что это так было, он там был и там было там дерево или стоял памятник, а сейчас его снесли, да, все это подтверждается, Поэтому относительно возрастной регрессии здесь нет такого, что это вымысел. Вот про то, что вы сказали, вымысел фантазии или эмоциональные переживания, это касается регрессии реинкарнативной. Там тоже есть несколько интерпретаций. Одна из интерпретаций – это то, что информация, которую видит человек относительно прошлого, это информация из генетического кода. И те события, которые он видит, это события, которые переживали его предки. И вторая информация – то, что это его личные переживания. То есть это тех ученых, которые изучают, признают то, что эволюция души может быть полноценной только тогда, когда душа воплощается в нескольких жизнях в человеке. То есть она идет к своему совершенству через несколько воплощений. И тоже там находились конкретные факты, подтверждающие, и по телевидению даже показывали множество, когда люди видели, проводили раскопки, и находили именно то, что человек видел. Люди видели города, раскопки делали. Те факты, когда человек, как будто он жил там, и вот он помнит те улицы, хотя он там никогда не был, то есть приезжает туда, и вот они, эти улицы, переулки, про которые он говорил. То есть это подтверждается конкретными фактами. То есть это феномен научно обоснован, ну, как подтвержден, не то что обоснован, а подтвержден, что информация реинкарнативная тоже имеет место быть. Ну, вот есть мнение, что если, допустим, человек может вспомнить событие, которое сохранилось в памяти, то то событие, которое не сохранилось, и, допустим, оператор ему дает команду вспомнить, вот как раз на этот момент... Может быть, может быть, его эмоциональное переживание, его фантазии и немножко напорность оператора, да, то есть воспроизводит определенный сюжет, который не объективный, который не имеет места быть и которого не было. Такое тоже есть. Ну, это скорее исключение все-таки, да? Ну, как-то оператор может это дифференцировать, что это вот фантазия, а это, кстати, не было? Либо это только проверка фактов? Ну, дело в том, что если мы говорим о научно-исследовательской деятельности, то здесь как бы одним оператором не обойдется и одной работой не обойдется. Ну, да. Поэтому то, что научно-исследовательская работа, я про это сказал. А то, что вот такие случаи бывают, они тоже бывают эпизодические, да, еще. Понятно. Скажите, а прогрессивный лифтоз? Вы этим занимались? То есть в будущее? Да. Проскопия, да. Была возможность проверить результаты? Была возможность, да, то есть есть определенный курс у меня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...